Всем привет! С вами Фиби, и сегодня я пригласила в гости замечательный... Какие гости! I have blade, I have punch! Так, 3, 2, 1. Всем привет! С вами Фиби, и сегодня я пригласила в парк побед замечательного стримера, которому хочу задать несколько вопросов. Ее зовут Александр, а никнейм, представься, пожалуйста. Александр, Ти Свен, Овердвотч, Стримлер. Это я. Очень рада видеть Сашу первый раз, вот так встречаемся, первый такой формат. Очень хочется узнать, как вот люди приходят к стримам. Как докатился, я понял. Ну, пару лет назад, собственно, я создал канал, дабы убить, мягко говоря, плохое настроение, и у меня это получилось. Тогда я еще на тот момент работал. Это стримы, это было мое хобби, и я пытался забить чем-то время. У меня получилось, и это хобби переросло теперь в какую-то основную деятельность. Сразу ответил на такое большое количество вопросов. То есть, примерно, ты когда создал стрим? В каком году? В 2017. Что ты? Отмечаешь годовщину? Нет. Нет? А я не знаю просто, отмечать ли годовщину, когда у тебя это было как хобби раза два в неделю, не считается ли это им нужным. Как ты думаешь, тебе стримерство помогает, приносит тот доход, на который ты мог бы жить? Сложный вопрос. Это как получится. В один месяц да, в другой месяц нет. От чего это зависит? От донатосов и того, как часто ты стримишь. Расскажи, пожалуйста, про челленджи. Я так понимаю, что в последнее время это одна из таких интересных вещей у стримеров, которая помогает стримерам выживать, получать стримы. Ну, слушай... Тебе вообще нравятся челленджи? Ну... Участвовать? Или ты так, стиснув зубы, надо, как надо? Слушай, на самом деле, как получается, потому что... Откуда это вообще пошло? В один прекрасный день один человек сказал, если ты, допустим, с одного рейтинга дойдешь до другого на определенный персонаж, я дам тебе пять тысяч, условно. Я такой, а давай, а почему бы нет? И с тех пор пошло-поехало, и вот мне теперь люди подкидывают подобные задачки, я их перешаю каким-то образом. Ну, в основном это все... Процентов 90 это прикольно, да, бывает процентов 10, так как это влияет на твой приз, и порой бывает, что и ругаются. Вообще, стоило начать, наверное, с того, что Свен потрясающий игрок в Overwatch, и он периодически, по-моему, чуть ли каждый день, каждый второй входит в топ-500 игроков. Ну, довольно часто, скажем, каждый месяц, каждый сезон ты там отмечаешься. Ну, иногда. И поэтому челленджи, которые дают ему, например, для меня, я тоже играю в Overwatch, невыполнимы, в принципе. А вот Саша берет и как-то так не отказывается, может, даже на персонажах, на которых вообще не играют, взять такие уровни, над которыми люди по 16 сезонов карпеют, и у них не получается. Но ты чувствуешь, что вот это, то есть, ну вот, что ты, вот я, честно, завидую тебе, то есть, я как бы там страдаю, и не могу в таймон даже выбраться. И вот сидит человек, которому говорит, ты слабо там на торбе взять 3500, это довольно высокий ранг в Overwatch, и он такой, да, без проблем. Без проблем, еще и ГМ, как бы, не вопрос. Ну, слушай, я даже не знаю, что сказать. На самом деле, большинство из игроков, которые доходят иногда до топ-500, да, я там бываю, иногда по фану туда залетаю, иногда там остаюсь, но мой рейтинг от 400. А фану в топ-500? Мой рейтинг от 400-400, ну, в принципе, да, это какой-то, я не топ-500 игрок, я там бываю довольно редко, но бываю. Да, ну, многие из этих игроков, они бы, в принципе, так же, как и я бы, могли бы, мне кажется, на танках, там, не знаю, на каком-то либо персонаже сложном дойти до мастер-лиги без проблем, почему нет. Ну, мне так кажется, просто никто за это не брался, никому это неинтересно. Это неинтересно, но у меня, например, не получается. И интерес у людей в том, что вот они, допустим, играют на одном персонаже, не могут тапнуться, они говорят, чувак, а ты слабого там дойти до такого? Я говорю, нет, в принципе, и, собственно, показано в примере, что за неделю можно спокойно апаться. Ну, как-то для меня это несложно, для кого-то это сложно, собственно, всё. Как ты думаешь, что тебе помогает вот брать такие высокие ранги? То есть это что, железо или это игры, в которые ты играл раньше? Например, там, не знаю, люди, которые приходят из ТФ, говорят, что Overwatch им легче играть, а они рангом выше. Ты вообще как вот пришёл в Overwatch? Ты до этого во что играл? До этого я играл в прекрасную игру, в две прекрасные игры. Одна из них это КС, 1.6 ещё в древние бородатые времена. Другая игра это Dota. Dota мне никак, конечно, не помогла, но навыки, допустим, контры, немножко с реймом, они помогают. Я, ну, допустим, 200 часов в Team Fortress, но это такое себе. Ну, просто я во все игры приведу играть на высоком ранге, вообще во все. Типа я с детства играю в игрульки, играю хорошо, на этом всё. Скажи, пожалуйста, Саша, если бы тебя пригласили играть в какую-нибудь команду, сборная России, например, на чемпионате мира Overwatch, ты бы хотел в этом поучаствовать? Или тебя что-нибудь остановило бы там, какие-то внутренние убеждения? Ну, было бы мне лет 20, допустим, я бы с удовольствием пошёл в киберспорт. А как это связано с возрастом? Ну, с возрастом это связано так, что, во-первых, закоренилось, что в киберспорт всё-таки карьеру начинают делать, не знаю, молодые, талантливые, перспективные. Они такие бородатые старые детки, как я, и вот как-то так. Я в киберспорте был только в контре, всё, мне этого хватило, это там по северу я поездил, поиграл, и на этом всё. Мне хватило, мне понравилось, вот, пускай, не знаю, молодые, плюс, ну, плюс в Overwatch и в СНГ поддержка слабая, кроме контендерса и кроме лиги, собственно, ничего нет, поэтому, ну, о каком-нибудь киберспорте речь. Да и к тому же есть более талантливые игроки, гораздо талантливее, гораздо, которые на голову на две играют выше, чем я. Что ж, Саша, Свен, спасибо большое, что откликнулся на моё предложение, что поучаствовал в этом интервью, честно отвечал на вопросы. Я очень надеюсь, что это не последняя встреча. Приходите на канал Свена, подписывайтесь, все ссылки я оставлю в описании, ставьте лайки. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, и ещё раз, Саша, спасибо, и... Да не за что. Удачи тебе в играх. Спасибо тебе большое, у тебя также. Пока. Пока.